Мы продолжаем следить за спасательной операцией на севере Таиланда. Известно, что на поверхности с пещеры Кхаулуанг подняли уже восьмого мальчика. Об этом сообщает агентство Reuters. Ребенка готовят к отправке на вертолете в больницу города Чианграй. Пока под землей еще четверо детей и их тренер. Они провели в затопленной пещере уже более двух недель. На месте уникальной операции продолжает работать Алиса Романова. Она снова выходит на прямую связь со студией. Алиса, приветствуй еще раз. Судя по всему, спасателям удалось найти эффективный алгоритм работы. Есть ли шанс, что до конца сегодняшнего дня из пещеры удастся вызволить всех? Коллеги, добрый день. В Таиланде уже поздний вечер, уже стемнело в восемь часов вечера. Как и обещали, в восемь примерно завершится операция. Но, как мы видим, судя по всему, все-таки она переносится на следующий день. Так что выдерживает тот же самый ритм, что и накануне. Примерно девять часов работы, четверо спасенных, точно так же и сегодня. Мы помним, что накануне на десять часов, примерно на все ночные часы, приостановили операцию для того, чтобы совершить необходимое, восполнить запасы воздуха. Но пути лабиринтов, сложных лабиринтов, расставляют баллоны с кислородом, которыми и пользуются дайверы, помогающие мальчикам, школьникам выбраться из пещеры. Пока о том, что операция официально приостановлена, заявлено не было. Ссылаемся мы лишь только на анонимные источники, которые участвуют в операции. Дело в том, что журналистов еще накануне, как я рассказывала, накануне, перед началом эвакуационной всей операции, попросили не находиться близко с местным спасением, чтобы не мешать ни дайверам, ни всем принимающим участие в этой беспрецедентной операции. Так что подсылаемся только на свидетеля о том, что операция все-таки на сегодня приостановлена. Но, наверное, все-таки похоже на правду, несмотря на заверения официальных лиц, что ситуация складывается лучше, чем они, благоприятнее, чем они ожидали. И, возможно, сегодня все будут спасены. Сегодня пока составилась лишь только одна пресс-конференция от лица штаба и возглавляющих штаб по спасению, по эвакуации футбольной команды. И там какие-то официальные цифры не озвучивались, по-прежнему не были названы имена тех ребят, которых уже вчера отправили в больницу. Но там опять-таки обратились к журналистам, которые довольно активно пытаются получить хоть какую-то информацию. В том числе и некоторые используют вертолеты, дроны для того, чтобы наблюдать за тем, что происходит в районе спасательной операции. Мы видим, что практически всех сегодня вывозили на вертолетах. Поэтому руководители спецоперации призывают журналистов не пользоваться такими опасными техническими средствами, чтобы не препятствовать безопасным полетам вертолетов, которые эвакуировали сегодня четверых. Напомню, четверых мальчиков в соседнюю больницу. Те, кого вызвали накануне, чувствуют себя хорошо. Сегодня их по-прежнему не показывают. Но их врачи рассказали, что те очень голодны и пока едят, приходят в себя. И, наверное, им помогают психологи, поскольку 16 дней они провели вот в таком заточении. 10 дней одни, без какой-либо помощи и без надежды. Но здесь все молятся, все верят, что операция завершится благополучно. Так что, видимо, завтра утром та же схема будет повторена. Остается 5 человек, четверо школьников и их 25-летний тренер. Все они пока еще, судя по всему, внутри. Следим за ситуацией. Спасибо. Алиса Романова продолжает следить за уникальной операцией по спасению детей из пещеры на севере Таиланда. Будем ждать следующих включений.